Всем огромный привет! У меня постоянно девочки спрашивают, чтобы я не забывала показывать новые работы. Но я забываю, потому что когда делают заказ, оплачивают, и я его быстро отсылаю, так и забыв снять на видео. Но в этот раз не забыла, вспомнила, решила сейчас вам показать, потому что некоторые скоро уедут. Вот, это бегемоти-моти, или бегемоти-моти. У меня слоняшки-няшки, а бегемотики-моти, так их зовут. Вот такая яркая, позитивная девочка. Но, правда, она еще не собирается никуда ехать, она не нашла еще свою хозяйку. Давайте я вам ее со всех сторон покажу, какая она модная, красивая. Вот такая моти. Такую игрушку очень хорошо ставить на полочку, когда полочка внизу, низкая. И она там снизу на вас так преданно смотрит. Вот как сейчас я сверху на нее смотрю, а она на столе. Так, давайте вот к этой девочке подойдем. Эта девочка для меня особенная. Я ее очень боялась делать, так как куколка портретная. Вот такое у нее лицо. Она должна быть похожа на свою хозяйку, которой она скоро поедет в подарок. Ну, не от меня подарок, а ее заказали в подарок. Давайте я вам покажу, как она тут сидит. Вот у нее там костюмчик. То есть, вот это платье и штанишки тоже в тон этому платью. Вообще, таких кукол хорошо на что-то сажать. Я посадила на шкатулку. Но вот они и в идеале идут, когда сидят на каких-нибудь шкатулках. Она может охранять бижутерию своей хозяйки. Ну, или вот как-то так. Кукла эта не игральная. Она декоративная, интерьерная. То есть, это кукла для интерьера. Так, и еще сейчас двух девочек покажу. Только мне нужно на табуретку встать. Сейчас. Так, вот они тут. Их подолы. Давайте сначала под подол заглянем. Вот это у одной под подол и у второй тоже. Это пакетницы. Такие зайки, которые хранят пакетики. Тоже скоро вот-вот уедут. Первая зайка зеленоглазая. Ее так и просили. С птичкой. И вторая голубоглазая зайка. Обе готовятся к отъезду. Висят, волнуются. Ну и передают привет своей мамке, которая скоро их увидит. Вот. Ну, девчонки будут так, по мере того, как я их шью, готовы сразу показывать, потому что забываю. К сожалению, забываю. Ну, эти, по крайней мере, успела. Потому что вот-вот уедут. А у меня видео сохранится. Покажу следующую игрушку. Сшилась у меня вот такая няшка принцесса. Сшилась очень быстро. За три дня. Это достаточно быстро для меня. Ее только-только заказали. И вот сейчас закончила. поздно ночью. Уже в час ночи. Завтра просто она уже уезжает к своей новой мамке. От меня. Вот такая девочка. Я уже говорила, что всех моих слоняшек зовут няшками. Давайте покажем вам ее попку. Вот такой бант у нее сзади. Вот такая вот симпатичная девочка. Ну, я думаю, симпатичная. Видно тут уже выглядывает вторая мадам. Хочу их вместе поставить, сравнить. Я ее уже показывала. Это Моти Беги Моти. Вот так вот они смотрятся. Видите, похожего ростика. Две модельки. Есть еще зайка. Ну, я пока не шила зайку. Но вот есть еще из этой вот серии зайка. У нее длинные ушки почти до... Ну, в их отношении до пола, можно сказать. До ножек. Вот. Очень интересные. Эти модельки я очень люблю. Они, вот если с моей рукой, с ладошку, очень милые и хорошие. Моти со мной остается, а вот няшка завтра уезжает в свой новый дом. Решила я попробовать сшить с вами вместе одну игрушечку, чтобы не каждый раз готовы показывать, а что-то новенькое попробовать. Мне заказали собачку. И вот мы потихонечку с вами вместе сошли. Ну, правда, я буду поэтапно. Не все. Начала я тут пропускать уже этапы. В общем, собачку я набила. Даже утяжки уже сделала некоторые. Вот. И сейчас буду... Ну, вот эти вот я сейчас пришиваю дырочки, в которые я набивала. Вот. И буду голову пришивать уже к туловищу. Будет вот так. И к голове уже буду пришивать уши. Ну, и саму голову крепить между лапками, чтобы она так поглубже ушла. Вот такая уже прорисовывается моделька. Кажется, такая головастик, но когда вместе с ушками будет уже смотреться более симпатично. Ну, а потом понесем ее красить. Игрушки еще дороговато из-за того, что они целую ночь сушатся. У меня на колорифере. То есть, колорифер это очень дорого, электричество гоняет. Вот. И получается, им приходится еще долго сушиться. Потому что тонировка, они будут цветом кофейного, ну, и пахнуть будут кофе. Я уж не буду рассказывать свои секреты тонировки, но будет пахнуть вкусно. Кофе и ванилью. Вот. Вот так сшилась собачка. Вот такая она получилась. Еще непонятная совсем. У меня тут уже готова смесь, которую я буду окрашивать собачку. Ну, давайте я вам так немножко покажу, какой она будет. Вот так вот я ее буду сейчас пачкать. все. Ну, правда, двумя руками удобнее, так неудобно. И вот так вот прокрасится вся. А потом пойдет сушиться. Ну, мне одной рукой неудобно, а это надо делать быстро. Поэтому я уже отключусь и пёсика быстренько намажу. Вот так пёсик будет сушиться несколько часов. Единственное, что это, конечно, слишком жирно, когда один, одна игрушка сохнет. Обычно я стараюсь сделать сразу несколько, и чтобы они сушились уже как-то оптом и подешевле получается хотя бы немножко. Ну, раз уж получился один, так что будет загорать один. Ну, и завтра утром уже я его сниму и буду рисовать ему мордочку, потом делать декупаж и с декупажем снова ставить на эту же печку. И он будет снова сушиться. Вот. Вот такой пёсик. Рисую мордочку собачки. Вот я сейчас всё, что надо чёрненьким уже нарисовала. И сейчас буду коричневые глазки рисовать, ротик. И... Чего ещё коричневые? Ну, вот типа усики тут будут ещё точечки. Вот. Одной рукой неудобно и снимать и показывать. Потом буду тонировать уже немножко и сделаем декупаж. Вот. Такой пёсик получается. Ну, головастый он такой. Модель головастенькая. Вот такой вот он весёлый. Там у меня целая кучка лежит. Сейчас поближе попробую показать. Это у меня с красками. Акрилом я рисую. Акрил всех лучше. Ну, а здесь у меня уже то, что надо набивать. Уже вот сова простроченная, вывернутая. Так, это у нас с носиком голова слоника будет. Лапки слоника получается. Вот ушки. Получается слоник. Будет котик. Вот чья-то нога. Это тоже котик. Видите, уже тут всё вывернуто. побросала. Ещё одна нога. Это зайка, наверное, у меня будет. Так, тут элементы слоника, котик. А ещё вот киски маленькие. Сейчас покажу тоже полуфабрикаты. Видите, уже у них хвостики такие полуготовые. Головки. Вот ещё одна улетела. Это элементы тоже кисок. А остальное у меня ещё не прострочено. Вот кучка лежит прострачивать. Это ножки от слоника. Вот так всё это дело начинается. Показала я, по сути, все этапы работы. А то девчонки просят мастер-классы. У меня не получается делать мастер-классы. Ну покажу уже, когда декупаж сделаем и завтра собачка уже уедет. Доделала декупаж. Неудобно было одной рукой снимать и показывать. Но декупаж это совсем просто. Это салфеточки трёхслойные. Вы стригаете рисунок и его на клей ПВА сажаете. Единственное, что вот эти два-три слоя, если двух-трёхслойные салфетки надо снимать верхние слои. Только самый тонкий оставлять и его уже клеем ПВА приклеивать. Вот. Вот такой вот у нас получился пёсик. Уже глазки дорисовала, мордочку дорисовала. Видно, затонировала там, где надо. румянец есть уже у собачки. Кончик хвостика у него цветной. такой вот. Вот такой пёсик. Завтра он высохнет. Повесим ему бантик и отправим в путешествие в тот дом, в котором его ждут. Высохла наша собачка. Такая она получилась. Интересная. Последний этап. У меня такой есть чемоданчик симпатичный. Полный ленточек. И нам нужно найти ей бантик. Бантик хотели голубой. Вот я не знаю, есть ли он у меня что-то голубое. Вот такое вот есть. И что ты делаешь? Стёпа, ты зачем мои ободки все уронил? А Стёп? У меня здесь всегда ободки висят. Он взял все выкинул. Так они должны быть. Хулиган. Так, а вот что-то я не вижу никаких голубых. вот такой еще есть голубой. Вот какой-то из этих двух мы сейчас повесим. Сундучок удобный. из-под каких-то инструментов, а у меня под ленточки. Всё, пошел проверять. это не твоё. Всё, готов наш пёсик. Готов к отъезду. Сейчас я его сфотографирую, покажу его своей хозяйке новой. И он поедет туда, где его уже ждут. так игрушки рождаются. Сейчас будет рождаться теперь зайка, но я вам её уже покажу готовую. Каждую не буду игрушку так снимать и показывать. Это не очень интересен сам процесс. Больше интересно вот так готовые. Сейчас покажу всё, что у меня осталось в наличии. Как бы то, что дома. Ну вы почти все их видели уже. Чуть не упала, а при стёпу споткнулась. Ну вот у меня в принципе всё, что осталось. Вверху змейка это Максимкина. Вы посмотрите, ходит за мной по пятам. Да всего есть дело. Он уже тут. Пупсики вот такие остались. Змейка там. То, что я уже не продаю, это одни из первых работ, которые ну как бы я считаю браком. А там у меня осталась черепашка. Вот это смешнючая. Там кучка этих овечек. Такая парочка влюбленная. Это просто лежит. Еще две овечки. Вот такой зайка смешной. с цветочком на попе гусь. Там ничего. Эта девочка скоро уедет. Она уже тоже в дорогу готовится. Уйди, 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 уйди. Ай, хулиган. Лева тоже ждет хозяйку. Мотенька. Леги, мотенька тоже посмотрите-ка. Вот Степа. Кому нужен Степа? Бесплатно. Да, Степ? Ну, куда ты лезешь-то? Так, давайте я от него куклу спасу. Сюда я ее на полочку положу. Вот пикинготик. Еще такой же слоник сейчас шьется. И там втори-то у меня кто? Вот этот котик классненький. С бабочкой на попке. Сейчас могу не бесполезно этого кота не даст мне ничего снимать. Иди отсюда. Иди отсюда. Вот эта пара осталась. Ну и вот эта влюбленная парочка. У них хвостик сердечком. Тоже осталось вот так у них хвостики. кота бы выкинули. О выкинули. Ну это моя шкатулочка. Такое делала раньше. Кот уже смотрел. Вот Максимкин. С ушком. Все вот такие вот остаточки дома. Ну я вам показывала та кучка, которая сейчас будет шиться. Можно вот так. Теперь Степа тут все разворошил. Все, на этом я заканчиваю свой рабочий влог игрушечный. Надеюсь, я была полезна. Надеюсь, со мной было интересно. Всем пока.